Почему не стоит утром завтракать овсянкой? Для этого есть несколько причин. Хотя овсянка на завтрак так завтракают многие. Вместе с тем овсяная каша на завтрак полезна, но далеко не всем. Овсяная крупа имеет свои плюсы и минусы, как и любая другая. Польза или вред? Многое зависит от того, в каком состоянии находится ваш желудок. Как работает ваша пищеварительная система. А также определяет ваш распорядок дня на ближайшие несколько часов, как минимум. Или, если вы хотите изменить вес, вопрос в какую сторону овсянка может помочь как набрать вес, так и сбросить лишние килограммы. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно приготовить овсяную крупу. Вы также узнаете, в каких случаях овсянка полезна. Ну и кому овсянка может таки нанести вред. Как же правильно приготовить овсяную крупу? Несколько видео про овсянку на моем канале уже есть. И вы можете их просмотреть в любое удобное для вас время. Лучше, конечно, если вы подпишетесь на канал, вам это будет проще сделать. А в этом видео я сделаю акцент на очень важном моменте. Как же правильно приготовить и когда лучше применять овсянку? Пожалуй, самое полезное свойство овсянки – легкость в приготовлении. Многие считают, что достаточно просто залить кипятком. Или теплой водой, теплым молоком. И овсяная каша готова. Однако, это не всегда так. Это скорее маркетинговый ход. И таким простым способом можно готовить лишь подготовленную крупу. То есть только овсянку быстрого приготовления. Потому как часть возни в приготовлении овсянки, взял на себя уже производитель. И вам действительно остается просто залить теплой, либо горячей водой. Или молоком. Но! Обязательно очищенной водой. Без микроорганизмов. Потому как в этом случае термическая обработка уже не может их остановить. Когда вы берете овсянку, крупу, заливаете водой и варите какое-то время, микроорганизмы погибли. А когда вы заливаете теплой водой или теплым молоком, ситуация неоднозначная. Ведь овсяная каша, она питательная среда, прекрасная питательная среда для микроорганизмов. А вы думали, что овсянка полезна только вам? Вы немножко ошибались. Смотрите видео дальше. Дальше будет еще интереснее. А вот обычная, необработанная, предварительная крупа требует более продолжительной тепловой обработки. Ведь крупа-то растет не в стерильных условиях, а растет на поле. Если вы ее термически плохо обработаете, представляете, что может в ней развиться в великолепной питательной среде. Есть и углеводы, и белки. Развиться могут любые потогенные микроорганизмы. Поэтому вам нужно либо залить крупу крутым кипятком и настаивать в термосе несколько часов. Либо варить не менее 15 минут. Термолобильные витамины в овсяной крупе содержатся, но в небольших количествах. Поэтому их вы особо не потеряете. Витамины группы В, они термостабильны. И такая обработка тепловая им особо не повредит. А вот белкам, которые есть в овсянке, очень интересные белки. Все-таки термообработка поможет полноценно перевариться. Потому как белки овсянки относятся к глютеновым. И они далеко не у всех перевариваются. А тем более, если вы их не подвергли достаточной термической обработке. И при хорошей термообработке, глютены овсянки имеют меньше шансов повредить вам. А белков овсянка содержит немало. 10-12%. Что позволяет заливать овсянку теплой водой или теплым молоком? Крахмал. Которого овсянки также немало. Около 50%. Именно крахмал овсянки имитирует, что каша готова. Крахмал способен в теплой, даже в холодной воде набухать. Увеличиваться в объеме. И у вас имитация. Раз крупа, крупы стало больше, а вода исчезла. Крупа готова. Но готов только крахмал. Да, он набухает. Он создает объем. А белки как были сырыми, так и остались. И в вашей пищеварительной системе очень сложно их при этом переварить. И вот такой сырой белок при этом в лучшем случае достается патогенной микрофлоры кишечника. С развитием дисбактериозов. А в худшем случае может перевариться чуть больше. Но только до глютена. В любом случае аминокислоты вы не получили. А попадание в кровь глютенов подавляет ваш иммунитет. Вы овсянку хотели так выиграть по времени в обработке, чтобы подавить свою иммунную систему? Или все-таки укрепить? Если укрепить, смотрите видео дальше. Дальше будет еще интереснее. В каких же случаях овсянка полезна? Ну, если у вас обострился гастрит, гастродиоденит, в том числе эрозивный, язвенная болезнь. Вот тут разваренная овсянка полужидкой консистенции, обладая великолепными обволакивающими свойствами, поможет не только уменьшить боль в желудке, но и удовлетворить аппетит. Но! В этом случае нужно ее правильно употреблять. Я бы не советовал овсянку долго задерживать во рту, а небольшими порциями в теплом виде проглатывать. Чем дольше вы будете обрабатывать овсянку слюной, чем в большей степени крахмал будет контактировать с амилазой слюной, тем меньше обволакивающие свойства. Слюна не лучший спутник овсянки в данном случае, это вы небольшими порциями просто прогладываете. Попадая в желудок, вязкая овсянка проходит по стенкам, формирует своеобразный мешок, в центре которого тот самый желудочный сок, который стенки желудка и раздражает. В этом случае вы получаете хорошее обволакивающее действие. Ну и напомню, еще и поели. В то время как таблетки, либо препараты, только симптоматическое лечение. Причем в остром состоянии овсяная диета на несколько дней поможет быстро укротить либо гастрит, либо гастрододенит. С язвенной болезнью сложнее. Там лечение, как правило, более продолжительное. Ну, правильно начать лечение в домашних условиях язвенной болезни. С помощью овсянки вы сможете. Когда принимать? При каждом приступе боли. Если появилась боль в желудке, это значит, что желудок пустой, желудочный сок активно раздражает слизистую. И у вас есть повод опять перекусить овсянкой. Ну, а по мере уменьшения боли, то постепенно с такой овсяной диеты можно переходить на более разнообразное питание. Потому как свою функцию как обволакивающего средства овсянка уже выполнила. А вам нужно заживление, вам нужно выходить из воспалительного процесса. А тут нужна совершенно другая диета. Овсяная диета в данном случае неполноценна. Если же ваша мечта набрать вес, овсянка вам тоже может помочь. Она относительно легко и быстро переваривается, попадает в кровь и может добавить вам дополнительные килограммы. Но для этого нужно знать несколько принципиальных условий. Первое. Вот здесь овсянку уже хорошо пожевать. Тогда крахмал еще быстрее переварится, еще быстрее попадет в кровь. И если вы находитесь в состоянии относительного покоя, избыток углеводов в крови придет к тому, что здоровая печень переработает их в жиры. И у вас пошел набор веса. Также нужно вспомнить еще одно важное правило, что кашу маслом не испортить. Масло обязательно, масло растительное, сливочное, нужно добавить к овсяночке, но принципиальный момент уже в готовую кашу. То есть перед употреблением. Теремическая обработка и растительного масла, и сливочного масла приводит к тому, что немножко портятся жиры и становятся канцерогенными. Поэтому очень важный момент. Овсянка стоит на столе, и вот здесь вы добавили тот жир, растительный, либо животный, который вы хотите. И не забудьте про достаточную термическую обработку, о котором я сказал вначале. Иначе набор веса будет сопровождаться снижением иммунитета, активацией патогенной микрофлоры кишечника. Вы не себя будете кормить, чтобы набрать вес, а патогенную микрофлору. Вздутие живота, загрязнение фактически организма продуктами жизнедеятельности патогенной микрофлоры. И вот эти токсины могут, да, могут тоже накапливаться в вашем организме, но скорее с избыточным весом вы приобретете и известную лимонную корочку, от которой потом будет не так просто избавиться. Вот если сразу после завтрака вы собираетесь в тренажерный зал, то есть вас интересует не только жировая ткань, жировая ткань после овсянки это покой. А если вас интересует мышечная масса, вот тогда после овсянки вы можете идти в тренажерный зал. Порция овсянки слегка присоленной и в данном случае лучше на воде даст вам отличный заряд энергии, которую вы не только легко истратите во время физической нагрузки, ну и те белки, которые содержатся в овсянке могут задержаться в мышечной ткани. И это тоже важный компонент, который важно правильно использовать. Эту овсянку, если вы хотите набрать вес в тренажерном зале, без проблем, тоже нужно хорошо переживать. Это очень принципиально. А дальше смотрите больше, кому же все-таки овсянка может и вредной стать. В каких же случаях овсяная каша может нанести вред? Важно знать, случаи не такие редкие. Если ваш образ жизни мало подвижен, а гиподинамией сегодня страдает половина населения, то легко и быстро переваривающаяся овсянка может легко и просто добавить вам дополнительные килограммы, которые вам не всегда нужны, а со временем к ним присоединятся и другие болезни. Причем не только связанные с избыточным весом. Просто овсянка переваривается относительно быстро. И всего через 1-2 часа у каждого по-разному обычно появляется аппетит, либо намек на него. Это говорит о том, что желудок уже пустой, овсянка уже переварилась. Если вы опять не перекусили, потому что на мой взгляд овсянка скорее перекус, чем прием пищи, организму вашему уже не на чем работать, то он может, вырабатывая резервы, создавать вам определенные сложности. В холодное время года, например, банальная депрессия, снижение работоспособности. Конечно, утро можно съесть не только овсянку. Часто с овсяной кашей употребляют яйца, рыбу, другие более продолжительно перевариваемые продукты питания. Однако овсяная каша с ними очень плохо совместима. Просто белки этих продуктов имеют разное время на переваривание. И овсянка достаточно концентрированный источник белка, и рыба, и яйца, и птица тоже концентрированный источник белка. Кто из них первый переваривается, достается вам. Кто не успел перевариться в желудке полноценно, достается в лучшем случае патогенной микрофлоре кишечника. А в худшем случае целая цепочка разных неприятных для вас событий. Поэтому очень важно правильно комбинировать разные продукты питания в одном приеме пищи. Смотрите дальше, дальше будет еще интереснее. Неправильно комбинируя овсянку с другими продуктами питания, легко и просто усилить пищевую аллергию. Однако, если у вас не самая лучшая пищеварительная система, после употребления овсянки есть вздутие живота, возможно вы просто плохо ее обрабатываете термически. И стоит просто добавить огня. Вернитесь к началу видео, просмотрите еще разок. Если же вздутие живота, увеличение термической обработки или правильная термообработка не прекратит, возможно у вас пищеварительная система ушла немножко дальше по степени снижения ее возможностей и развилась глютеновая энтеропатия. И овсянка в данном случае вам уже просто противопоказана. Однако, есть хорошая новость, есть же и другие крупы, рис, гречка, кукуруза, пшено, они не глютеновые. И пищеварительная система воспринимает эти крупы значительно лучше, легче переваривает. А по составу они немножко отличаются от овсянки. Да, чуть больше крахмала. Ну и что? Значит, выше ваша работоспособность будет на этих крупах. Можно просто правильно использовать. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, я подумаю, какое видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...